В этом небольшом видео я наглядно покажу работу в Adobe Camera Raw 7 по настройке тоннового диапазона изображения без углубления в теорию. Более глубокое изучение вот этих регуляторов мы оставим для следующих статей. Итак, при открытии в конвертере мы имеем вот такое малоконтрастное изображение, которое нам необходимо привести в чувство. Почему изображение выглядит так вяло и малоконтрастно? Потому что это сырой формат RAW. И к нему не применялись никакие внутрикамерные настройки, такие как повышение контраста, установка точек белого и черного, повышение насыщенности, усиление резкости и удаление шума. Все это мы должны будем сделать в конвертере, но сейчас мы ограничимся только базовыми настройками. Итак, как я уже говорил в статье, сначала нам нужно настроить общую яркость изображения. Для этого ориентируемся по гистограмме. Как мы можем видеть на гистограмме, основная часть пикселей изображения смещена к более светлым тонам. Давайте мы сдвинем регулятор экспонирования таким образом, чтобы вот эти горбы оказались примерно в середине тонового диапазона. Сделаем изображение немного темнее. Затем установим точку белого. Для этого мы используем регулятор белые. В английской версии он называется whites. Удерживаю клавишу alt и устанавливаю точку белого. Вот таким образом, пока на изображении не появится вот такая легкая отсечка. Проверяем, что за области у нас отсекаются. Это области, соответствующие бликам или максимальному светлому цвету. Затем настраиваем общую яркость светлых тонов с помощью регулятора света. Этот регулятор также работает как своего рода тон мэпер, усиливая или наоборот ослабляя детализацию в светлых тонах. Также удерживаю клавишу alt и смещаю этот регулятор влево. Как видите, отсечка на небе, на облаках практически исчезла. Но мы можем немножко еще подстроить точку белого, пока она совсем не пропадет. Вот так. Для того, чтобы посмотреть до и после, я нажимаю клавишу P. Вот таким изображение было и вот таким стало. Затем устанавливаем точку черного. Для этого используем регулятор затемнения. В английской версии он называется blacks. Также нажимаю и удерживаю клавишу alt и сдвигаю регулятор влево. Смотрю, какие области отсекаются. Вот эта тень под бревном, она не несет никакой смысловой и полезной информации, поэтому ее можно смело отправить в черное. То есть сделать здесь отсечку. Детали там меня совершенно не интересуют. При необходимости вот этим регулятором тени мы можем несколько вернуть детали в теневых областях и повысить в них контраст. Давайте посмотрим, каким изображение было и каким стало. Уже намного лучше. Теперь мы можем поднять контраст изображения, то есть немножко раздвинуть гистограмму крайним точкам с помощью регулятора контрастность. Вот таким образом. Злоупотреблять им не следует. Вполне достаточно значения примерно 25. Именно вот для этой конкретной фотографии. Вот примерно так. Вот так было. И вот так стало. Как видите, изменения налицо. Затем уже, когда мы настроили тоновый диапазон, настраиваем баланс белого. Изображение мне здесь кажется немножко холодным. Я бы хотел сделать его немного теплее. Для этого я увеличиваю значение цветовой температуры примерно до 5700 Кельвин. И давайте посмотрим, что было и что стало. Вот таким изображение было. И вот таким оно стало. Я немножко прибавил теплых оттенков. Теперь при необходимости можно дополнительно настроить тоновый диапазон. Подстроить точку белого таким образом. И на пейзажных фотографиях, как правило, немного поднимают четкость. Примерно до значения 20. Вот таким изображением было до поднятия четкости. И вот таким стало после. Как видите, здесь усилилась детализация в средних пространственных частотах. Изображение стало выглядеть более объемным. Если у нас при этом сильно углубились тени, можно немножко поднять их с помощью вот этого регулятора. И тогда мы не будем иметь вот таких жестких теней. Также здесь можно немного повысить насыщенность. Деликатнее повышается насыщенность с помощью регулятора красочность. Он в меньшей степени воздействует на теплые тона и в большей на холодные. Как видите, насыщенность песка на пляже практически не изменилась. А насыщенность неба стала больше. И соответственно на нем более фактурно проявились облака. Можно для того, чтобы еще поднять насыщенность песка, чуть-чуть прибавить значение насыщенности. Я здесь немного утрировал обработку. То есть поддал значение красочности и насыщенности побольше. На самом деле, конечно, их нужно ставить меньше. Но это все для наглядности. Обычно достаточно примерно значения 15 и насыщенность значения 5. Вот так. Легкий нюанс. Вот таким изображение было до применения данных настроек. И вот таким стало после. На этом работу с настройками панели основные или basic можно считать законченной. Об остальных настройках Adobe Camera Raw мы поговорим в следующих уроках.